Молодых специалистов Беларуси планируют отправлять по распределению на предприятия союзного государства. Выпускников среднеспециальных учебных заведений обеспечат работой на три года, получивших образование в вузах на пять лет. Для целевиков также гарантирована масса юридических преференций, высокая зарплата, уменьшение налоговой нагрузки, попадание в кадровый резерв. За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 566 населенных пунктах Беларуси. Отключение зафиксировано преимущественно в Гродненской, Витебской, Минской и Гомельской областях. На устранение последствий непогоды было задействовано 108 аварийных бригад численностью 246 человек. Привлечено свыше 100 единиц техники. Энергетики перешли на усиленный режим работы. В стайках завершилась республиканская спорткиада здоровья среди работников СМИ. Масштабные соревнования собрали 20 команд и порядка 500 человек со всех регионов Беларуси. Участники испытывали свои силы в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки и перетягивании каната. Наша область не осталась без наград. В специальной номинации «Надежда года», учрежденной профсоюзом Министерства информации, награжден Могилевский областолком. Республиканская санэпидемслужба подвела итоги радиационно-гигиенического мониторинга в стране за первое полугодие. Сообщается, из почти 10 тысяч проб на содержание цезия и стронция в пищевых продуктах в перерабатывающих организациях был выявлен всего один случай превышения у грибов в Могилевской области. При ревизии подсобных хозяйств обнаружен избыток показателей в 75 из более чем 3600 случаев. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник и вторник. По информации Белгидромета, во многих районах страны прогнозируется усиление западного и северо-западного ветропорывами. На большей части территории республики ожидаются сильные дожди. В отдельных регионах – грозы. Преобладать будет облачная погода.